Привет! Я Амирова Мария, создатель бренда Выкроек Паттерн. В этом видео мы продолжаем с вами шить комплект нижнего белья по готовым выкроекам. Как их скачать бесплатно вы можете узнать по первой ссылке в описании под видео. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о создании нижнего белья своими руками. Из предыдущей части вы можете узнать, как снимать мерки, как выбрать размер выкроек, какие материалы понадобятся и как раскроить детали и подготовиться к пошиву. В этом видео сошьем трусы-брифы с достаточно закрытой линией ягодиц, чуть завышенной посадкой на талии, боковыми вставками и отрезной ластовицей всего за несколько шагов. Приступаем к пошиву трусов. Вкладываем заднюю часть между двумя боковыми деталями и скалываем по боковому срезу. Далее прокладываем эластичную строчку зигзаг на расстоянии 6 мм от среза. На стройке строчки зигзаг ширина 1, длина 2. В начале строчки помогаем оттянутыми нитями назад. Прокладываем первую пару стежков и делаем закрепку. Далее прокладываем строчку, не по булавкам. И в конце строчки также ставим закрепку. Далее складываем лицевыми сторонами заднюю и переднюю деталь, совмещая срезы на боковой детали. Пока скалываем только с одной деталью. Далее мы как бы оборачиваем свободным срезом другой детали всю конструкцию. И закрываем срез с другой стороны. Прикалываем его также булавками. Прокладываем эластичную закрепляющую строчку на расстоянии 6 мм от среза. Выворачиваем детали, утюжим данные швы и повторяем предыдущие шаги с другой стороны. Повторили шаги с другой стороны, также поутюжили швы. Далее складываем лицевыми сторонами деталь ластовицы из основного материала и переднюю деталь. Скалываем по нижнему срезу передней детали. Отворачиваем детали и прикладываем к этому срезу лицевой стороной деталь ластовицы из кулирной глади. Также прикалываем булавками. Далее прокладываем эластичную строчку на расстоянии 6 мм от среза. Закрепки мы ставим всегда в начале и в конце строчки. Также припуски можно подрезать до 3 мм, если они как раз просвечивают. Отворачиваем детали ластовицы и утюжим данный шов. Складываем лицевыми сторонами деталь ластовицы из основного материала с задней деталью. Берем эту деталь ластовицы и оборачиваем всю конструкцию. Далее находим свободный срез ластовицы из кулирной глади. Также оборачиваем всю конструкцию и соединяем с этим срезом на задней части. Также скалываем булавками и прокладываем закрепляющую эластичную строчку с закрепками на расстоянии 6 мм от среза. Выворачиваем детали, утюжим швы и уже можно приступать к обработке срезов эластичной бейкой. Подготовим отрез бейки для обработки срезов. Для этого складываем концы лицевыми сторонами для всех отрезов. И далее прокладываем прямую строчку на расстоянии 5 мм от срезов. Во избежание зажевывания бейки строчку можно прокладывать, начиная с середины. Доходим до конца. Далее идем назад. Далее снова вперед. До конца. И делаем закрепку. Далее находим половины отрезов бейки. Боковые линии на трусах. Также отмечаем булавками по нижнему срезу ластовицы. С обеих сторон. Теперь наша задача совместить метки на отрезах бейки и метки на детали трусов. Начнем с верхнего среза. И с того места, где у бейки есть припуски. Мы распределяем припуски в разные стороны. Далее прикладываем сначала с изнаночной стороны половину бейки. Оборачиваем наш срез другой стороной бейки. И закалываем ее булавкой. Повторяем то же самое с другой стороны. Не переворачиваем бейку. Повторяем то же самое со срезами у ног. Сами срезы меньше, чем отрезы бейки. Это нужно для того, чтобы посадить срезы на бейку. То есть сделать так, чтобы они комфортно сидели на теле. На промежутке ластовицы мы не будем посаживать бейку. Поэтому рекомендую закрепить бейку на всем промежутке ластовицы без посадки. То есть без растяжения. Закрепляем эластичную бейку по всем срезам. Настройки строчки зигзаг, ширина 5, длина 1 или 2. Но сначала устанавливаем длину 0, для того, чтобы поставить закрепку. Делаем несколько стежков. Получается данной строчкой мы закрепляем саму бейку. А в нее положены наши детали. Начинаем прокладывать строчку после закрепки. Делаем пару стежков. Далее находим то место, которое у нас зафиксировано. И растягиваем материал до момента растяжения самой бейки. Срез при этом находится внутри бейки. Растягиваем, располагаем срез внутри бейки. Придерживаем руками при прокладывании строчки на определенных промежутках. Повторяем то же самое на протяжении всего среза. Таким образом мы посаживаем срез на бейку. У нас получается такая строчка. Когда подходим к началу строчки, снова устанавливаем длину стежка 0. И снова делаем закрепку в пару стежков. Для аккуратности концы можно завязать и спрятать внутрь. Повторяем все то же самое для других срезов. Следите, что при посаживании материала игла должна находиться в положении вниз. Вкладываем срез в бейку. Прокладываем строчку. Наши трусы полностью готовы. Мы обработали срезы эластичной бейкой. А все швы остались внутри аккуратно закрытыми. Наши трусы-брифы по выкройке Мария готовы. Если у вас остались вопросы по пошиву, вы можете оставить их в комментариях под видео. А в следующем видео смотрите пошаговый пошив бюстгальтера, который идет в комплекте. И обязательно подписывайтесь на канал Паттерн.